Здравствуйте, ребята! Я учитель начальных классов Султана Ванегяр. Сегодня мы с вами будем разбирать вопросы по русскому языку первого класса, которые были на пробном экзамене 17 января. Первый вопрос. Сколько слогов в слове «макароны»? Мы с вами должны знать правило, что в слове столько слогов, сколько в нем гласных. В слове «макароны» четырегласный, значит, четыре слога. Вариант Б правильный. Второй вопрос. Сколько букв в слове «сырок»? В слове «сырок», ребята, пять букв. Поэтому вариант А правильный. Третье. Лиса и слон животные. Сколько в этом предложении слов? В данном предложении, ребята, четыре слова, поэтому вариант Б будет правильный. Четвертый вопрос. Где находится буква М в слове «камин»? Если мы посмотрим с вами внимательно, ребята, мы увидим, что буква М в слове «камин» стоит в середине слова. Поэтому вариант Б будет правильный. Пятый вопрос. В каком слове три слога? Мы с вами должны вспомнить правило, что в слове столько слогов, сколько в нем гласных. Давайте разберем все варианты. Вариант А. Мыло. В слове «мыло» две гласные, значит, оно нам не подходит, потому что там два слога. Вариант Б. Молоко. В слове «молоко» мы видим три гласные, значит, в данном слове три слога, и оно нам подходит. В слове «лук» одногласные, значит, один слог, оно нам тоже не подходит. Вариант Б будет правильный. Шестое. Какое слово начинается со звука У? В каждом варианте вам даны картинки. На первой картинке изображены туфли. Туфли начинаются со звука Т, поэтому оно нам не подходит. Вариант Б. Изображена утка. Утка начинается со звука У, и данный вариант будет правильным. Седьмое. Какой слог содержит твердый согласный? Вариант А. Пи. Нам не подходит. Почему? Потому что после П стоит гласная И, и мы с вами знаем, что гласная И, она придает мягкость согласному. Вариант Б. Пи. После Пи стоит гласная И, она придает твердость согласной букве, поэтому вариант Б нам подходит больше всего. Дальше. Восьмое. Какой слог ударный в слове макака? Чтобы ответить на данный вопрос, ребята, мы про себя произносим слово макака. Макака. Я удлиняю второй слог, то есть вторую А. Значит, второй слог в слове макака будет ударным. Вариант Б будет правильный. Девятый вопрос. В каких словах слышится звук И? У нас изображены картинки. И мы с вами знаем, ребята, что большинство слов в русском языке отличаются по своему написанию и произношению. На первой картинке у нас изображена звезда. Мы пишем звезда, а говорим звезда. Мы слышим звук И при произношении в слове звезда, поэтому оно нам подходит. Второй вариант. Слово рыба. Мы пишем рыба и говорим тоже рыба. Нам не подходит данный вариант. И третий вариант. Змея. Мы пишем змея через Е, а говорим змея через И. Значит, третий вариант нам тоже подходит. Десятый. Сколько гласных звуков в названии животного, которое изображено на картинке? На картинке изображена собака. И мы с вами по слогам произносим это слово. Со-ба-ка. В данном слове три слога, три гласные буквы. Три гласных звука. Поэтому вариант Б будет правильным.